Как сложно российскому бизнесу проникнуть в Европу? Сейчас проводится конференция в Чехии. Насколько трудно российскому бизнесу адаптироваться, внедриться и распространять свои товары и продукты? Вы сказали о двух понятиях, которые с одной стороны дополняют друг друга, а с другой стороны противоречат. Проникнуть и выдержаться здесь. Проникнуть легко. Сегодня на конференции шла речь о возможности для финансирования, анализа рынка, юридической поддержки. Сам вход на рынок понятен с точки зрения бизнес-процессов. Самое сложное для компании это удержаться здесь, реализовать тот маркетинговый бизнес-план, который на этапе задумки, довести его до прибыли деятельности здесь на европейском рынке. Вот это вот сложнее. И это выходит за рамки сегодняшней конференции. Это уже работа каждой компании с партнерами. Здесь долгосрочная работа. По опыту нашему работы, например, в Германии порядка от года до двух уходит у фирмы на проработку всей концепции ее реализации. До именно момента укрепления на рынке, когда компания становится своей для клиентов и в бизнес-среде. А сейчас в условиях санкций обоюдных между Евросоюзом и контрсанкциями России. Сейчас это большая перспектива на будущее или же непосредственно и сейчас можно внедряться? Вы знаете, опять же, по опыту Чехии и Германии могу сказать следующее. С точки зрения готовности европейского бизнеса воспринимать российские проекты, с точки зрения готовности государственных даже структур в Германии и Чехии воспринимать русских предпринимателей, никаких проблем и границ нет на самом деле. Такие инвестиционные подразделения, как, например, Invest in Bavaria, в этом году принимают участие и проводят мероприятия в Екатеринбурге 25 ноября. И в прошлом году, как раз в момент разгара, там, начала всех этих санкционных вещей, Северная Рейн-Вестфалия в Екатеринбурге проводила свое мероприятие, несмотря на уже вводимые, там, какие-то двухсторонние ограничения. На сегодняшней конференции официально присутствует Чехинвест, выступали, сообщали, провели переговоры с российскими предпринимателями, они поддерживают данную конференцию. Все эти шаги направлены именно на работу для бизнеса. И, конечно, политика, она накладывает определенные отпечатки, но вот вчера уже в разговорах я свое мнение на этот счет высказал, о том, что политические моменты их, как в Айкидо, надо уметь перекладывать в нужное русло, и использовать ту политическую ситуацию, которая есть. Она сегодня может быть одной, завтра она может быть другой, послезавтра третьей. И вот важно бизнесу уметь адаптироваться и использовать эту политику для своих экономических целей. Вы сейчас живете в Германии. Как Вы не замечали такого, может, от кого-то слышали от своих знакомых предпринимателей, власти не препятствуют бизнесу непосредственно как предпринимателям из России? Нет. Может быть, менее активно поддерживают? Я всегда говорил, нам там рады, но нас там никто не ждет, но нам там рады. Вот так вот скажем. То есть заблуждение российских предпринимателей, которые приезжают на какие-то мероприятия европейские, что их проекты будут сразу восприняты. Нет. На самом деле европейцы, они достаточно консервативные, должен пройти, любой проект должен пройти степ-бай-степ определенный процесс, в том числе и проверку на жизнеспособность. И вот этот вот процесс, он может быть быстрее, может быть медленнее. Естественно, и политика, и в чем-то формирование общественного мнения, и реальные ситуации, которые происходят сейчас как в экономическом плане, так и в политическом. Естественно, они влияют на то, что этот процесс становится более длительным. Может быть, какое-то недоверие, потому что заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве с любой компанией. Больше всего как государственные учреждения, так и бизнес, наверное, боится то, что называется в России фирмами-однодевками, ну грубо, да. То есть проект, который пришел, но пришел и ушел. Вот это вот опасно на самом деле. Этого и боятся. То есть, ну, для того, чтобы компания смогла реализовать здесь любой, в принципе, проект экономический, им нужны партнеры. И вот эта вот последовательность действий и, так скажем, долгосрочная ориентация на европейский рынок, она позволит как в бизнесе, так и с госструктурами получить то доверие, когда чиновники и фирмы видят, что партнер пришел надолго, он заинтересован работать здесь, с ним можно работать. Он выстроил методику сбыта, он выстроил сервисную поддержку здесь продукта, он решил себе вопросы с юридической точки зрения, в том числе и обезопасил себя, естественно. Потому что любой проект, который здесь появится, если он вдруг начнет испытывать какие-то катаклизмы, это же повлияет на потребителей. А если это повлияет на потребителей, значит продавать продукцию или услуги партнерам будет рискованно. И вот эта вот очень тонкая грань, ее нельзя решить для компании в рамках одной конференции или одной выставки. Это процесс, так скажем, не одного года, наверное. Вот я называл срок от года до двух. Это тот процесс, когда компании придется пройти этот путь, если хотят выйти на рынок. Понятно, что кто-то будет получать, я не говорю сейчас о прибыльности всего, это путь в целом. То есть создание здесь, инфраструктуры, финансовой поддержки, всего-всего-всего. Данная конференция проводится здесь, в Чехии, Вами впервые. Это первая конференция подобного рода в Европе или были ранее? В том формате, в котором она проводится сейчас здесь, в Чехии, это впервые. Впервые, когда именно бизнес и государственная структура обеих стран участвуют в данной конференции. Ориентация на предпринимателей и на бизнес. Такая конференция в Праге первая. Вообще российские IT-конференции в Праге проводились. Высшая школа экономики проводила несколько лет подряд, три года в Праге конференцию. Но она была больше направлена на научные работы, на защиту, публикацию научных работ. То есть, на мой взгляд, формат, когда участвует бизнес, он не проводился. Не планируете здесь сделать регулярно подобного рода или... Вы знаете, уже достигнуты договоренности с торг-предством Российской Федерации в Чехии о ежегодном проведении вот этой конференции. В ней заинтересован и бизнес, и бюст-структура. Мы планируем до конца ноября анонсировать даты проведения следующей конференции в следующем году. Ориентировочно это будет конец сентября, начало октября. Учредители ООО, они ответственны за обязательства компании только до размера своих долей, которые не выплачены компании. Учредительный документ, и должна быть записана в торговом реестре. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА С прошлого года минимальный уставной капитал компании может быть однокровным, но мы рекомендуем большую сумму для доверительного отношения и для престижа компании по отношению к партнерам. Органы с руку с руку омезеным являются вал, а хрова на споле, а больше однокровных, а не может быть, но не должно быть. Объзнаваемый ООО являются собранные учредители, директор и необязательным являются контрольный орган. Директор может быть и на странице, может быть в Тарговом регистре, но для постоянного обращения на территории Чехии можно оформить необходимые документы. Директор. 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 простое товарищество. Что касается открытия компании, то наиболее приемлемыми формами является общество с ограниченной ответственностью. Грубо можно сказать, что это некоторый аналог английского LLC, но не совсем так. И также это акционерное общество, также это грубый аналог Joint Stock Company. Наиболее выгодны они, потому что там достаточно простая форма управления и с точки зрения оптимизации налогов, также эти варианты наиболее приемлемы. Вмещение убытков, это тоже аналог недавнитесь. Главная его цель состоит в том, что если, допустим, контрагент несет какие-то убытки из-за действий третьих лиц, например, то сторона, вторая сторона контракта, она обязуется возместить понесенные убытки. То есть данная конструкция, в принципе, уже применялась на практике, но в случае суда ее было достаточно сложно реализовать. Следующее важное изменение – это появление акционных соглашений. Вернее, они существовали и раньше, просто через суд их иногда было невозможно исполнить. Самые известные варианты опционных договоров – это, соответственно, Putin and Call Options. То есть Call Options – это у нас ситуация, когда одна из компаний может примудить другую компанию выкупить принадлежащие ей акции. Это очень актуально на самом деле для стартапов и для IT-компаний, потому что участники могут, допустим, договориться, что ваш проект должен к определенному времени достигнуть каких-то финансовых результатов или каких-то других показателей. И если эти результаты не достигаются, то, соответственно, компания, которая инвестировала, допустим, значительные деньги в этот проект, может потребовать выкупить ее долю для того, чтобы хоть как-то отбить внесенные денежные средства. Второй вариант акционного договора – это Put Options, то есть это обратная ситуация, когда другая компания может, одна компания может заставить, допустим, другую компанию, второго участника выкупить принадлежащие этой другой компании доли или акция. Как я уже сказала, то есть данные акционные договоры существовали и раньше, но практики, вернее, они не были внесены в гражданский кодекс, но судебная практика по ним была. И то есть было достаточно громкое такое дело. Роснано как раз судили с одной из другой компаний из-за того, что она не выкупила ее доли при недостижении финансовых показателей проекта. То есть, в принципе, данная конструкция применялась в России и раньше. И последнее – это, собственно, отказ. То есть отказ от строгой реализации принадлежащих прав. До 1 июня 2015 года было прямо запрещено отказываться от права, которое предусмотрено было законом. Сейчас предприниматели могут закреплять такой отказ в договоре, если, допустим, это им необходимо для проекта, для его реализации, чтобы, допустим, одна из сторон не боялась, что другая на следующий день, допустим, заставит реализовать какие-то права, от которых она сначала отказалась. По поводу заверений и гарантий, то есть в английском праве данный инструмент является очень актуальным. И, собственно, сейчас его тоже внесли. Смысл его состоит в чем? В том, что при заключении договора или после заключения договора одна из сторон может утверждать, что какие-то факты, из-за которых, собственно, вторая сторона согласилась на подписание контракта, являются истинными. Ну, например, что у меня есть какой-то продукт, у него есть какие-то метрики, и при вложении определенной денежной суммы данный проект станет успешным. И если это прописать в контракте, то данные условия являются юридически обязывающими. Если сторона, допустим, сообщила недостоверную информацию и знала изначально об этом, то ее можно привлечь к ответственности, то есть возместить убытки, либо на устойку, которую стороны сразу пропишут в договоре. Данный инструмент тоже является достаточно актуальным и интересным, потому что раньше через суд доказать необходимость возмещения убыток было достаточно сложно. И сейчас, собственно, переходим к регулированию в сфере IT, то есть какие были изменения внесены непосредственно в данную сферу. Но, опять же, о тех изменениях, о которых я только что сказала, они также применяются в сфере IT и, на мой взгляд, в большей даже степени, потому что такая гибкость законодательства нужна была именно для сферы IT. Первый момент, который у меня указан на презентации, это то, что сейчас владельцам правообладателя, то есть им авторских прав, им была предоставлена большая степень защиты и было предоставлено намного больше вариантов защиты своих прав. О чем я говорю? Была закреплена обязанность для информационных посредников, то есть, например, для компаний, которые предоставляют хостинг, блокировать доступ к определенной информации, если по мнению правообладателя данная информация является нарушением его прав. То есть сейчас, допустим, автору достаточно написать запрос к такому информационному посреднику, где подробно изложить, почему информация является нарушением его прав. Например, кто-то незаконно опубликовал какие-то документы, которые были созданы данным автором, или, может быть, какие-то схемы, наработки и так далее. То есть это, в принципе, достаточно сильно повысило уровень защиты авторских прав. Я читала несколько отчетов, в которых было написано о проблемах инвестирования в Российскую Федерацию, и как раз недостаточный уровень защиты правообладателей указывался, наверное, на самых первых местах обычно. Поэтому вот это положение сейчас, скажем так, повышает, опять же, инвестиционную привлекательность для иностранных Албаний. Если они собираются использовать российское право, конечно. Ну и второй пункт, который я здесь указала, то, что регулирование не является таким жестким, как это принято думать. То есть есть некоторая позиция, которая транслируется, что российское право настолько неудобно, что его вообще, в принципе, нельзя применять. Для некоторых ситуаций это, конечно, так, но что касается деятельности IT-компаний, IT-проектов и стартапов, это все-таки не совсем верно. Кратко расскажу про возможные способы инвестирования в российские компании. Это, собственно, через воплощение. Здесь эти варианты достаточно общие для всех, то есть это либо покупка акций, либо покупка принадлежащего имущества компании. То есть здесь, опять же, есть риски, и именно поэтому перед инвестированием всегда всем рекомендуется проводить due diligence. И как раз с введением новых норм, о которых я говорила, due diligence становится более легким, потому что если закреплять, делать заверения, то есть эти warranties, то, соответственно, сторона, которая хочет инвестировать, она не должна проводить такой тщательный и, соответственно, дорогостоящий due diligence, то есть не привлекать, допустим, большое количество специалистов, включая юристов, для того, чтобы проверить активы данной компании. И второй вариант — это создание совместного предприятия. Чаще всего, на самом деле, используют не российские юрисдикции во втором случае, а используют иностранные юрисдикции, в том числе обшора, с применением уже английского права в качестве применимого права. Но, тем не менее, первый вариант тоже возможен. И, как нам сегодня объяснил торговый представитель палаты Российской Федерации, о том, что чешским предприятиям предлагалось перенести производство в Россию, для того, чтобы не подпадать от действия ограничений некоторых. В принципе, первый вариант — это решение проблемы. Как сказал торговый представитель промышленной палаты сегодня на конференции, чешские предприятия призываются к тому, чтобы локализовать производство на территории Российской Федерации. Несмотря на все проблемы, которые возникают в последнее время, в том числе с ограничениями по действию иностранных компаний на территории Российской Федерации, тем не менее, с правовой точки зрения, для развития IT на территории Российской Федерации, на мой взгляд, сделано достаточно много. было введено достаточно много инструментов, которые должны помочь приспособить IT к тому уровню развития, которое есть в зарубежных странах. В том числе, если мы говорим про правовые инструменты, появились заверения и гарантии, которые очень широко используются в рамках англосаксонского права. Также было введено право на отказ, то есть это аналог английского waiver, то есть это тоже очень интересный и актуальный инструмент. Также появились опционные соглашения. Сейчас компании могут заключать put-a-co-options, то есть это тоже аналог английского права. Цель всех этих изменений, и на мой взгляд, помимо дальнейшего развития российского права, в том числе, сделать российское право более привлекательным для инвестора, поскольку предоставляют ему более гибкие инструменты для развития, допустим, каких-то IT-проектов, IT-стартапов. И поэтому я считаю, что несмотря на все проблемы, которые есть, в какой-то определенный момент эти проблемы должны исчезнуть, но российское право станет более интересным для развития IT именно в России, в том числе за счет привлечения иностранных инвесторов. Наша сполечность забыва вебоем программного выпадения, зваляще про великое затяжение, забываме с консультаційными службами. Наша основная специализация это крупный интерпрайз-решение, разработка продуктов в области электронной коммерции, а также мы активно работаем в технологии ID. забываме с великими решениями, великими ТПС-решениями а службами в области электронического отхода. Компания существует уже шесть лет. Сполечность в Калифорнии, в городе Сан-Бруно. Сидло сполечности Калифорнии, в городе Сан-Бруно. Наша компания насчитывает сто сотрудников. И у нас есть офисы в шести разных странах. Это Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Польша и Чехия. Я не буду сейчас подробно рассказывать о проектах, которыми занимается компания. Если вас эта информация заинтересует, пожалуйста, обращайтесь ко мне после доклада. Я скажу вам подробнее. Не буду подробнее выкровать о проектах, которые реализуем. Если вас будет заниматься, можете к мне обратить по презентации. Я же в свою очередь хочу, так как это конференция по российско-чешскому сотрудничеству, рассказать о некоторых особенностях ведения IT-бизнеса в России и в Чехии. И начнем, с особенностями ведения бизнеса в России. Начнем с первого способа ведения бизнеса в Роскопе. Первая особенность, которую я хотел бы выделить, связана с тем, что Россия это очень большая страна, разделенная на большое количество регионов. с большим регионов и с большими вздавленностями. И потребности в этих услугах есть во всех регионах. В целом, на российском рынке есть большое количество компаний и большое количество сотрудников, большое количество кадров заквалифицированных. Потерябе в ICP службах есть по целой земле. Есть много сообществ, которые посвятят службы в области ICP, и есть много квалификованных подборников в ряду ICP специалистов. Тем не менее, потребности российского рынка, скажем так, больше, чем предложения на рынке, поэтому зачастую российским компаниям приходится заказывать готовые решения где-то в Европе или в Соединенных Штатах Америки. Несменее, поптавка по ICP службах и на трогу вечей, а русские фирмы должны объединять это решение вне Русска. Однако, это говорит о том, что вы можете выходить со своими решениями на российский рынок и, скорее всего, они будут востребованы. успеха. И здесь стоит учитывать несколько особенностей. специальностей. И здесь нужны специалии в этом обеспечениях. Например, если вы оказываете услугу, вы можете начать свой бизнес практически в любом центре, будь то крупный региональный центр, столица или город, не имеющий какого-то крупного федерального значения. Однако, если вы выходите на рынок с готовым продуктом, с комплексным, большим продуктом, его внедрение и распространение стоит начинать от центра к регионам. То есть в идеальных условиях стоит попытаться внутрь продукт в Москве, после этого перейти к региональным центрам и уже после этого двигаться в любом регионам. В общем, если вы приходите на трех с каким-то большим решением, то есть начать от больших мест, лучше от Москвы и поступать к регионам и к меньшим местам. То значит, чтобы это было первое имплементовано в главных частях. Еще хотел бы отметить, что если начать внедрение крупного проекта где-то в регионе и даже если его запуск будет успешен, выйти на московский рынок будет сложнее с таким решением, чем начать внедрение именно из Москвы и опускаться вниз. Затраты будут несоизмеримы ниже в таком на русском языке. Не рассчитывайте на то, что пользователи будут работать уверенно, будут работать с англоязычными, например, интерфейсами. Локализация – это важный аспект, который необходимо учитывать в разработке Патросию. Дальше звуточность – это то, что ручки пользователи выжадуют или активно будут работать только с локализованными продуктами. То есть, если вы наберете английскую мутацию, то есть большая правдоподобность, что пользователи к этому не найдут цель. То есть, если хотите прийти с решением на русский трх, то нужно будет локализовать продукт. Теперь я хотел бы перейти к осознанностям чешского рынка. Нынешний бы я хотел бы превращаться к чешскому трху. Во-первых, хотелось бы отметить, что чешский рынок, он насыщен высококлассными специалистами. Причем в Чехии есть хорошие технические вузы, которые готовят этих специалистов. А также отличительной особенностью этого кадрового рынка является то, что все эти специалисты имеют хороший уровень владения английским языком, что не свойственно российским разработчикам. Такая взвлашенность этого трху – это то, что эти специалисты имеют английский на очень хорошем уровне. Это раздел против русского трху, где работники ICT не имеют языковую удовольствовательность или не имеют на таком уровне. Еще хочется отметить, что Чехия – это страна, которая очень тепло относится к российскому бизнесу. Здесь очень легко начать бизнес. Во-первых, есть поддержка государства, есть программы, о которых рассказывали сегодня утром. А во-вторых, в Праге, в отличие от большинства других стран Европы, очень легко найти себе, например, русскоязычного юриста или бухгалтера, который будет видеть вашу бухгалтерию и вам будет удобно общаться с ним на своем родном языке. Такая бы я хотел сказать, что в Чешской Републике есть очень позитивный связь к русскому бизнесу. А нет проблем в Празе найти русского адвоката или кого-то, кто будет вести учебничество. А с этого дела будет очень легко начать подникание русского. Также хочется отметить, что Чехия имеет очень выгодное расположение в Европе. Как уже сегодня говорилось, она находится, скажем так, в самом центре еврозоны и продукт, реализованный на чешском рынке, успешно реализованный на чешском рынке, очень легко выводить на общий европейский рынок. Такая землеписная полога, как говорилось, это стратегическая. Продукт, который успешно реализованный на чешском рынке, легко выводит на общий европейский рынок. Продукт, который успешно реализованный на чешском рынке, так он померяно легко выводит на другие рынки. Это связано, в свою очередь, еще и с тем, что потребности европейского рынка, они в целом схожи. И на примере, например, потребности чешского рынка можно изучить общий спрос на общий европейском рынке. Это связано с тем, что потребности чешского рынка очень похожи с европейским рынком, а то, что работает на чешском рынке, можно использовать и на европейском рынке. Так же имея офис или представительство в Чехии очень удобно работать с другими европейскими партнерами. Да, вам необязательно искать именно чешских партнеров по бизнесу или работать именно на чешский рынок. Учитываете преимущества, которые я озвучил, в кадрах, в организации труда, бухгалтерии, юридической консультации? Учитываете все уже сказанное, можно открыть представительство в Чехии и удобно работать с рынками других европейских стран? Сходи за это. Это означает, что в результате, что можно иметь заслужение в Европе. И в заключение я хотел бы отметить, что не стоит бояться выходить на новые рынки. Если ваш продукт успешен, вы наверняка сможете реализовать его не только на своем основном рынке сбыта, наверняка вы сможете найти партнеров и в Европе. И еще я хотел бы сказать, что если у вас будут вопросы касательно открытия бизнеса в Чехии или особенностей выведения, которые я не озвучил, вы можете подходить ко мне или представителям нашей компании после этого доклада и задавать более детальные вопросы. Если у вас будут вопросы касательно заложения подниканий или учитывающих специфик касательно подниканий в Чехии, вы можете обратиться на меня или на мои коллеги. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Я хотел бы начать с того, чтобы сказать пару слов просто о нашей компании и, собственно, что мы ждем от этой конференции и от российско-европейского сотрудничества, особенно от российско-чешского. Привет, все. Привет, всем приветствия и участников конференции. Я думаю, что это только начало, что это только начало, и традиционная конференция могла бы развить. На начале я хотел бы вам сделать, что мы ждем от этой конференции и от российской совместницы. Как вы уже слышали, меня зовут Николай Шилкин. Я являюсь руководителем консалтинговой компании Ray Consulting. Мы оказываем различные услуги. Основным направлением является поддержка российских компаний, которые выходят на внешний рынок, и иностранных компаний, которые работают на российском рынке. Как вы слышали, меня зовут Николай Шилкин. Я просил в компании Ray Consulting. Мы забывали, что мы помогаем русским сообществам, которые обеспечивают заграничные трагедии. Я решил вам, в основном это касается, конечно, чешских партнеров, но, может быть, будет интересно и российским, решил рассказать о одном направлении, которое нам замечено и до сих пор оно не представлено на глобальном рынке. Это продукты компании 1С. Это очень известная в России компания. Обращаю внимание, что рынок бизнес-приложений, касающихся поддержки, начиная от бухгалтерских систем и до ERP-систем, 1С контролирует более чем наполовину, по некоторым сегментам до 80%. Это касается России и стран СНГ. Как выяснили, что в России, по сравнению с этим, что они проходят в среднем, а в некоторых случаях 80% траженного поддиля, что выяснилось, что областей среднестрии и оборудовательных продуктов. Отсюда открываются широчайшие перспективы продвижения продуктов на платформе 1С на внешний рынок. К сожалению, сама фирма 1С не хочет работать, ну не хочет в кавычках, то есть она пытается это делать, но не умеет. И тут как раз карты в руки, как российским бизнесменам, так и европейским, в том числе, конечно, чешским. Здесь объявляется огромный потенциал в использовании того, чтобы этот программ достал на загранические трехи. Сполечность, одна же с этим, активно не забыла, а не исключительно, но много ей это недащий. И здесь есть огромный потенциал для партнеры, а также русские фирмы, а также и загранические партнеры в этой области. Здравствуйте, меня зовут Павел Пушнилев. Я являюсь основателем компании UMsoft, которая находится в объективе. Добрый день, меня зовут Павел Пушнилев, а я сполузакладателем компании, которая занимается в объективе в Екатеринбурге. Основным направлением нашей деятельности является организация бизнес-процесса. Не важно, какие это процессы. Это может быть как процесс обхода объекта недвижимости или процесс продажи через мобильные приложения каких-то биодобавок или косметики. или же это будет баг-трекер или система управления проектами. Для нас это не важно. Нам достаточно понять процесс, понять предметную область, и тогда мы сможем этот процесс смоделировать и направлять с помощью программы. Добрый день, когда мы обладали реакцию, мы проводим область проекции. В лекарство от рака представлено 11 препаратов. Проведено очень много исследований по этим препаратам. Действие этих лекарств основано на асиметрии, десиметрии и поляризации. Далее применение жидких кристалов. Это огромнейшая сфера в области медицины и создания лекарственных препаратов. Жидкие кристалы нам всем известны в панелях, в телевизионах, где мы смотрим, в ноутбуке. Текутые кристаллы используются в технице, в телевизионах и в пульсах. Нам разработана методика, которая может привести к созданию 600 лекарственных препаратов абсолютно новых. Методика, которую мы выработали, позволяет вытворить больше, чем 100 лекарственных препаратов. Разделение живых организмов на воду и сухую слощку. Разделение живых организмов на воду и сухую слощку. Данное изобретение создавалось для военных и космонавтов? Число, который мы получаем после этой fragmentации, сохранялась, может сохраняться на годы. При проведении различных научных разработок мы пришли еще к дополнительным свойствам, как воды, так и сухого составляющего. При ведущих работах мы пришли к дополнительным свойствам, как вода, так и слошки. Если мы возьмем обычный чеснок, в объеме 10 кг погрузим в емкость, которая в итоге нам дает воду и сухое вещество, если мы возьмем 10 кг чеснеку и сепаруем его на воду и на перную слошку, через сутки мы получим 9,5 л воды и 0,5 кг сухого вещества. Вода, которая у нас получилась, это высококонцентрированный сухой. Воду, которую в этом случае мы получим, это высококонцентрированный сухой, который мы для его использования должны развести в 100 раз. При лабораторных исследованиях этот распор показал, что это сильнейший антибиотик природного происхождения. При лабораторных исследованиях было очевидно, что это сильнейший антибиотик, природная сухой. При этом провели исследования на фермах сельскохозяйственных, где до этого применялись антибиотики. Мы применили это в виде аэрозоликах. Провадили се скушки на фермах, где се древе использовали антибиотика, а в пребыву скушений мы это использовали в форме аэрозол. В лабораторных исследованиях показали, что вирусные инфекции не обнаружены ни на одной фермах. В лабораторных подминках было очевидно, что вирусные инфекции не были очевидны ни на фаре. Далее мы провели исследования на растениях, которые оказались натуральной составляющей для любой как фармацевтической, так и косметологической, парфюмерной промышленности. Далее мы провели исследование растений, а также для фарма-кологической или косметической учили. Далее прибор, который изменяет структуру воды. Далее зашизение, которое изменяет структуру воды. Мы позавчера получили официальное уведомление с наобой в московских центральных вузах о том, что вода изменила свой паш в течение 15 минут использования анод-дивор. Прежде всего мы обрали выяснение одной из высоких школ в Москве, что вода изменила свой паш по пустотам по 15 минутам. Использование такой воды структурованной огромное. Область использования такой структурованной воды для человека это может означать как очищение организма, омолаживающий эффект и дальнейший эффект. Следующий прибор, который выработает порошок, использующийся для очистки танкеров от нефтепродуктов, или же очистки озер и рек в загрязнении. Подобные технологии существуют на ней или являются очень дорогостоящими, или же очистка нефтяных пятен не происходит полностью до 60-70%. Наши технологии позволяют полностью очистить, если мы говорим о нефтяном пятне, то это нефтяное пятно, а если мы говорим о очистке озера и рек, естественно рассчитывается объем, то это нефтяное. Мы сможем провести очистку, если мы говорим о ровных скверах, а если это касается рек или озера, то зависит от объема, как видите, наши технологии в основном усилены на разделении веществ, поэтому также есть разработка по новой технологии фильтров по очистке воздуха и воды. Как видите, большинство наших технологий работает в области деления латок, а также есть технологии фильтров по очистке воздуха и воды. Те фильтры, которые сейчас существуют в мире, начиная от марлевых повязок, которые носит человек, и заканчивают фильтрыми на промышленных производствах и самолетах? Фильтры, которые используются в латках, могут быть, например, в промышленных производствах или в промышленных производствах? Не защищает человека от газов или инфекций стопроцентно или в виде марлевых повязок не служит практически ни к чему. Человека сто процентов от вирусной инфекции. Не хранит человека пред вировыми инфекциями стопроцентно. Наша технология позволяет защитить полностью человека от любого вируса, бактериального, химического, если это так, да? Наша технология уможняет стопроцентную охрану человека пред вировыми, бактериологическими инфекциями. Как только для человека, то есть в виде повязок или масок против газов? Будь это для человека, например, в форме ручек или плиновых масок. И заканчиваю установки для медицинских учреждений, операционных блоков и даже очистки просто в городе. А не по лекарственной инфекции, а не по лекарственной инфекции, а по большинству в городе. Мы данное изобретение видим в очень широком использовании практически в любом городе или стране. И последний прибор, который вам хотел представить, это прибор, который диагностирует рак. Мы выпустили уже третью рабочую версию. Прибор работает в батареях. Тентопроцентный прибор работает очень быстро и может использоваться даже человек, не имеющий медицинское образование. В течение одной минуты человек уже может знать, если у него рак или нет, и какая у него стадия заболевания. При этом проводились тесты в Германии, в Арабских эмиратах, в Израиле и в России. Тесты проводились в Немецке, в Арабских эмиратах, в Израиле и бъем этих тестов была объявлена стопроцентная схода, а то означает «пристой диагностиковой корректы». Спасибо большое за внимание. Дякую за внимание. Если есть у вас, я вам расскажу о нашем продукте, разработке, которое призвано решать как раз в том числе ту задачу, который обновился, в том числе господин Аступач в своем выступлении. Речь идет о увеличении степени проникновения широкополосного доступа в интернет, домохозяйство и повышении степени, скажем так, информатизации на физическом и юридическом степени. Речь идет о увеличении скорости интернету, а присоединение интернету для пользователей и уровень автоматизации в области. Если говорить кратко, то существуют три способа передачи информации на большие расстояния. Это оптический кабель. Радиочастотная передача. Радиовый пренос. И так называемый Free Optic Space, свободное оптическое пространство и наш продукт как раз из этой области. А что он из себя представляет? Представляет собой приемник и передатчик. Они изображены на слайде. С одной стороны сигнал передается, а с другой стороны принимается и дальнейшим образом обрабатывает так, как нужно в данном конкретном случае. Наше решение для оперативного восстановления связи, как и заменожено на рисунке. Либо происходят какие-то земельные работы, при которых рвется основная линия магистральная, оптическая. Очень часто наши заказники используют наши решения наше решение про быстрое обновление. В случае, когда проводят какие-то работы, так и для обновления связи. Что существенно уменьшает потери оператора связи, особенно если рвется магистральная линия. Меня зовут Александр Топаков, я сооснователь проекта Hill Bro. У нас проект из сферы IT в медицине. Мы разработчики мобильного приложения. Пытаемся интегрироваться с другими решениями, существующими на европейском рынке. Пытаемся найти соинвестирование, ищем партнеров возможных сейчас на данной конференции. Аудитория достаточно разношерстная. Проекты от медицины до биотехнологий. Абсолютно разные стартапы и существующие проекты. Всем нам желаю удачи и успехов в начинаниях и продолжениях. Наш продукт называется Hill Bro. Это мобильное приложение, которое находится у вас в телефоне, будь то Android-телефон или iOS-телефон, то есть Apple. Наш проект из сферы медицины. Мы попытались, по крайней мере, в одном приложении объединить все функции, которые необходимы человеку для записи к доктору. Для поиски лекарства, для определения предварительного диагноза, для напоминания о приеме лекарств. То есть некий мобильный доктор, мобильный ассистент, который следит за вашим здоровьем, напоминает вам о разных событиях, связанных с медициной в вашей жизни, хранит вашу электронную карту прямо в телефоне с помощью фотофункций. Можно сохранять некие данные. Можете также забивать вручную данные о себе, о своих болезнях при приемах лекарств, рецептах, врачах и так далее. То есть некая электронная версия вашего здоровья. Вы обращаетесь к человеку по имени отчеству и даете ему ту информацию, которая ему интересна, эта рассылка будет пользоваться популярностью. У нас реализован функционал пока не до конца, но он уже есть. Когда делается так называемая триггерная рассылка? Например, если вы пришли на 10 раз в кафе, вам на смс придет... Я должен закруглиться, поэтому очень короткий следующий слайд. Мы работаем сейчас в группе в Алиансе и буквально в декабре, в ноябре этого года должен быть принят стандарт наконец-то по так называемому Hotspot 2.0. Это те же сети пятого поколения, которые называются сети. Мы участвуем в разработке этих стандартов. Это те же сети пятого поколения и мы участвуем в развитии этих сетей. Вот на этом на самом деле все. Спасибо большое. Вы можете найти меня на Facebook. Вы можете мне написать письмо. Вы можете мне позвонить. Меня зовут Климарев Михаил. Я основатель и директор компании FreeWiFi. Мы занимаемся тем, что делаем интернет людям ближе, удобнее и доступнее. В Чехию я приехал с целью найти потенциальных партнеров, даже не потенциальных, скорее, а реальных партнеров для того, чтобы продвигать услуги, продукты нашей компании на чешский рынок с прицелом выхода на всю Европу. Я хочу поблагодарить организаторов конференции с тем, что они собрались и организовали действительно такую крутую штуку. Дело в том, что из России трудно вообще выйти на европейский рынок, потому что и отношение к нам особое, и вот эта политическая ситуация тоже нестабильная, она играет огромную роль. Тем не менее, организаторы смогли сделать мой приезд в реальность. За это им огромное спасибо. Мы делаем систему условного доступа в интернет через Wi-Fi. Она предназначена для публичных мест, ну, для таких, как, допустим, вот эта гостиница. Очень жаль, что здесь не стоит наша система, и посетители, ну, участники конференции не имеют доступ к интернету. Она заключается в том, что при входе в сеть пользователя мы его регистрируем, мы его идентифицируем, и эти пользовательские данные становятся доступными владельцам ходспота, владельцам этой сети. И поскольку владелец ходспота знает, кто к нему приходил, ему становится доступна, ну, возможностям становится доступна аналитика, пол, возраст, язык, вся необходимая информация для принятия каких-то решений, Кроме того, владелец ходспота может общаться со своими посетителями, гостями мы их так называем, он может общаться с гостями и тем самым проводить какие-то маркетинговые мероприятия, маркетинговые акции. Мы сделали уже более 20 маркетинговых инструментов, маркетинг тулс, мы их называем маркетинг тулс, с помощью которых владелец ходспота может общаться со своими посетителями, гостями. Например, оценка мероприятий, это может быть какие-то средства коммуникации участников конференции между собой, это может быть отсылка каких-то специальных предложений, мы можем посчитать, сколько раз конкретно человек приходил в данное место и в зависимости от этого отправлять ему электронное сообщение или в электронную почту или через смс, чтобы повысить как-то его статус. Это играет на лояльность, это играет на привлекательность заведения. Вот такую систему мы предлагаем, она работает достаточно просто, у нас есть свои приборы, вайфай роутеры, которые уже настроены, которые не требуют к себе никакого внимания, они просто работают. Ну, этим делом мы занимаемся. День был позитивным и плодотворным в качестве переговоров, и самое главное, я надеюсь, эти переговоры не закончатся сегодняшним днем, и вся самая основная работа, на самом деле, продолжается после завершения мероприятия. Мы, со своей стороны, как организаторы, обязательно вам в этом поможем. Я хотел бы поблагодарить торговое представительство Российской Федерации за помощь в организации этой конференции, за содействие, и также надеемся на длительное и долгосрочное сотрудничество Российско-Чешскую торгово-промышленную палату и, конечно, Чехинвест за, возможно, поддержку проекта, с которыми вы придете в Россию, и за участие в этой конференции. А в заключение хотел бы рассказать о достигнутых уже договоренностях по созданию Российско-Европейской IT-ассоциации. Дело в том, что несколько компаний, включая «Первый бит» из России, выразили интерес создать такую ассоциацию в Европе и с резиденцией в Праге. Подробнее сейчас будет подписание соглашения по учреждению этой организации в дальнейшем, и подробнее Николай, представляющий по доверенности организации, учреждающая, расскажет о том, что это будет. Переводить? Или уже никому не расскажет? Нужно переводить, спрашивает на чешский. Лучше бы не Дубчик, ладно. Ну, тогда ограничимся русским. Ну, вот у Сергея родилась такая идея, помимо конференции и учредить ассоциацию IT и хай-тек, российско-европейскую. И, ну, я в Москве еще будучи провел работу подготовительную, как Сергей сказал, компания «Первый бит», я буквально пару слов скажу, она как раз занимается продуктами на основе 1С, которые я рассказывал для чешских партнеров, возможно, их это заинтересует. У нее есть офисы в Сингапуре, в Арабских Эмиратах, в Канаде, и это достаточно агрессивный маркетинг у этой компании, в отличие от вендора, от самой компании 1С. Поэтому она выразила желание, но, к сожалению, ее представитель не может, поэтому они подключатся к работе чуть попозже. Вторая компания, которая выразила участие стать учредителем ассоциаций, это наша компания «Рейконсалтинг». Как я уже говорил, мы занимаемся как раз продвижением российских компаний на глобальный рынок и, наоборот, помогаем иностранным компаниям работать в России. Оказываем очень широкий спектр услуг, поэтому, если у кого-то есть желание, любую помощь можем оказать. Третья компания – это «Алинга Консалтинг Групп». Это член Всемирной группы «Прайм Глобал», точнее, это не группа, это тоже ассоциация юридических и бухгалтерских компаний, которые занимаются приблизительно такой же деятельностью, как и наша компания «Рейконсалтинг». То есть оказывают всяческую бизнес-поддержку. И мы надеемся, что как с чешской стороны, так и с российской стороны вы тоже примете участие в этой ассоциации. Не так ли, Сергей? Ну, я со своей стороны, как директор и совладелец немецкой компании, всячески поддержу работу этой ассоциации в Европе. В качестве дальнейшей работы ассоциации, я думаю, что будет создано офис именно в Праге, вместо, так скажем, резиденции ассоциации будет именно Чешская Республика. И, ну, всячески будем помогать. Я думаю, что чешские партнеры присоединятся к работе создания этой организации здесь. Ну, вот, у меня есть доверенность от компании «Алинга» «Консалтинг Групп» и от своей собственной компании «Рейконсалтинг». я упомощен подписать протокол о намерениях учредить такую ассоциацию с российской стороны. Ну, со своей стороны, как представитель немецкой компании, мы всячески поддерживаем, и данный протокол, естественно, сейчас подпишем. Спасибо. 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 Спасибо всем за великолепно проведенную конференцию Сергею. Всем, кто принял участие. Мне очень понравилось. Некоторые доклады были просто, ну, на самом высоком мировом уровне. Технологически, конечно, я имею в виду те проекты, которые есть, то есть это их самое место быть на глобальном рынке. Давайте начнем с Фраги. Особая благодарность, конечно, нашему переводчику. Спасибо. Я думаю, что можно продолжить обсуждение уже в более, так скажем, узком кругу по интересам. То есть наша конференция подошла к концу. Спасибо большое. Ну, что бы мне хотелось сказать про конференцию. Мне очень понравился ее уровень, очень понравился состав участников. Огромная помощь оказала содействию торговая палата, смешанная российско-чешская, торговое представительство Российской Федерации в Чехии. И все это способствовало, безусловно, успешному проведению конференции. Ну, а результат оказался больше, чем мы ожидали. То есть участники решили создать ассоциацию российско-европейского бизнеса с упором на информационно-коммуникационные технологии и высокие технологии, то, что в просторечии называется хай-теком. После того, как было анонсировано создание, уже подошли несколько ассоциаций, из тех, которые готовы принять участие в учредительной конференции, которая пройдет по планам в ближайший месяц-два. Поэтому мы надеемся решить проблемы те, которые стоят перед российскими бизнесменами в Европе и европейскими бизнесменами в России. Это налогообложение, это контакты с государственными органами, с консульствами для того, чтобы облегчить ведение бизнеса в наших странах. Продолжение следует...